Дорогие друзья и гости моего канала, всем большой привет! Еще больше новостей о встрече Димаша 25 ноября с детьми детской деревни Астана. Весь вечер радости и восторг читались в глазах наших детей. Димаш исполнил им свои песни, подарил современные книги, настольные игры и скрасил живым общением. Поделилась в Инстаграм директор детской деревни Астана Аристанова Зауреш Сакенова. Я Аристанова Зауреш Сакенова, директор детской деревни города Нур-Султана. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Давайте! Не могут жить в разлоге лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства... Все оснащило специально для того, чтобы артист мог воздействовать на концерты. К сожалению, такие моменты происходят, но я благодарю своему другу, музыкальному директору, саунд-менеджеру, режиссеру Ирлану Бевчевину. Мой друг, он постарался, он сделал все возможное, чтобы вот этот момент с акустикой был разрешен, и он сделал все возможное. Спасибо! Спасибо! А вы смотрели реакции на YouTube на свои выступления? А раньше смотрел... Было время, но поначалу, когда чувствовал, как волнув... 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 Да... Потом, не знаю, плохо ли это или хорошо, но я просто перестал этого делать, потому что... Когда тебя очень много хватит, ты начинаешь в какой-то момент верить в это. Все мои люди, в любом случае, как бы тебя твои учителя правильно не старались повоспитывать, в любом случае, все человеческое не чуждо нам. И в какой-то определенный момент ты начинаешь верить в то, что ты прям вау, мега крутой. И в этот момент ты просто должен помнить про то, что у тебя и в музыкальном плане, и в профессиональном плане могут быть какие-то пробелы. Надо просто их испать, потом стараться запомнить их. А если ты самый настоящий профессионал, то ты будешь озабочен только тем, чтобы запомнить свои профессиональные проблемы. И если ты будешь озабочен этим, до конца своих дней ты не кажется так, ты не будешь страдать манией величия или звездной болезни, тебе это будет просто неинтересно, потому что ты будешь знать, что ты не постиг на все свои возможности. Вот. Совершенству нет предела. Поэтому в этот момент я просто хочу поблагодарить всех реакционеров, всех людей, которые делают реакции на мои видео. И очень приятно. Но раньше я чаще заглядывал к ним. Сейчас уже начал реже смотреть. А то и вообще перестал. В конце. Потому что я сейчас занимаюсь творчеством. Можно? Можно вопросы? Ага. Вы болели звездные болезни? Что сказал? Как ты думаешь? Мне кажется... Ну... Еще у всех было бы такое. Знаешь? Вау, я помню. Ага. 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 Молодец, просто не знаю у кого как, но вечно, ну не знаю, я у друзей всегда спрашиваю, не замечаешь, я не меняюсь или нет там, потому что со стороны виднее, и они всегда говорили нет, ну не знаю, возможно брали, но Я, в принципе, до первой волны своей, так скажем, популярности, да, ладно, пять лет назад, после Славянского базара, потом после Аймсингера, спустя еще два года, 17-17 лет получается Я особо не почувствовал в себе ничего такого, что меня заставило бы поменяться, потому что мы все люди, и на самом деле я живу самой обычной жизнью Конечно, в материальном плане чуть-чуть будут изменения, ты начнешь больше зарабатывать, ну и соответственно тебе надо будет уже думать, побольше вложиться в свое творчество Ты хочешь расширить какие-то свои масштабы Но Все мы люди Все мы ошибаемся И все Мы хотим чего-то нового Мы все хотим большого успеха И я хочу, и вы хотите И ты тоже хочешь, да? Вот А я тоже хочу Так что Я бы не сказал, что я в сон страдал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!